У тебя наушники какие? Самые топовые. Аудиотехника ED900, Sony 7506, AKG 2402, Римская. Ты найдёшь своих наушников, как думаешь? Ну, рассчитываю. Ты в курсе, что у нас есть планары? Я задавал, кстати, этот вопрос тебе в чате, но ты на него не ответил. Теперь да, знаю. Есть определённые знания, что такое планары, как это звучат? Знания как бы в технологии есть такой определённые, ну, представление, чем они от динамических. Говорят, что там микродинамика слышно хорошо в планарах. Ты сможешь это сказать? Это точно не ко мне. Потому что я тяжёлую музыку в основном слушаю, там вообще нет динамики, там всё скомплексировано. Я, конечно, должен признать свои секреты, я их надел и послушал, представляешь, а? Я не выдержал и надел послушать. Так вот, они мне прямо эти железки накладные на ухо кладут. Я не знаю, как ты их терпишь? А тебе не больно сидеть в них? Нет, если я могу сидеть очень долго, мне в них максимально комфортно. Очень долго? Конечно, конечно. Я хочу, правда, убедиться, что ты точно сидишь в них долго, да? Конечно, да. Подрегулировано, чтобы была громкость одинаковая, как бы мы будем подбирать. Ты там, ты там громче. А, вы сами, да? Вот, нужно поправить. Ты готова? Да, я готова. Ну, всё. Ой-ой-ой-ой, это что такое вообще? Да какие-то... Это ужас какой-то. Да, да, видите, всё, я как бы определился, ладно. Давай, хотя бы ещё вернёмся. Ну, давай, давай, ладно. Чтоб давай, А, Б, А. Б говно, потому что нижнего баса нет вообще в районе. Ну, то есть, в 30 Гц они не забираются вообще, там ничего не слышно. У А нормально. У А, ну, тоже там, ну, как бы у баса тоже есть, он забирается низко, но они, у них тональный баланс немножко светлый. То есть, у них как будто вот вниз на уменьшение, а вверх чуть-чуть всё плавненько-плавненько приподнимается, и самый высокий вот торчит. Бриллианса много. Вот, это бриллианс. Да, 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 да. Но мне такие тоже не заходят, на самом деле, ни те, ни другие я бы себе не взял, но вот конкретно сейчас побеждает. Ну, и они удобные, они большие. Б сильно сдавливает голову, во-первых, во-вторых, они прижимают уши, но в них точно долго невозможно будет музыку слушать. Что-то у нас не знакомо. Что-то, может, из этих планари? Сомневаюсь. Возможно, какие-нибудь эти Байер-динамики 990-е. Ну, вот эти говнища полные, то есть, они пока что хуже всех вообще вот эти, которые бы. И все, что было, даже ещё полное говнища? Да, да. Оскорбляешь чего-то дырущих. Ну, что ж поделать. У нас слепой тест всё-таки. Хожу, что ты не знаешь. Слепой тест должен основан на слепой вере. На слепой вере, да. Если интригует, да, сам процесс начинает уже от ритонина набирать. Я уже эмоциональный отход чувствую, что... Ага, что-то... Ты в руку входишь? Да, мне хочется их просто взять звуками и потрогать. Я сдерживаюсь. Я, честно, сдерживаюсь. Я, честно, сдерживаюсь. Дилемма. Наушников А довольно сильно завышенные верхние частоты. При этом мне больше нравятся пространства. Сбалансированные низкие. У наушников Б плотный такой звук, меньше пространства. Они больше какие-то... Я бы сказал, что наушники Б это Sony. Сложно выбрать, потому что мне ни те, ни другие не сильно нравятся. Ну вот А, это А ведь, да? Они ровнее по всем, кроме верхних. Наверное, я бы их взял. Ну да, я бы взял А. У А луч пространства. Что ты думаешь, что это за модель? А, какие-то биодинамики. У них есть болезнь биодинамиков. Это ВЧС завышено. Китайские, наверное, наушники. Вы на помойку. С задранными верхние. Вторые значительно лучше. Но просто из-за того, что первые прям супер странные. Вообще у них очень мало низа вообще целиком. Его можно сказать просто нет. Очень много верха. Причём и 4 кГц, и всё, что это вперёд. Они прям вот снизу вверх вот так идут. А, прям по лицу видно было, это ужас какой-то. Да, мне не понравилась первая пара. Просто на контрасте мне, я выбираю вторую. Наушники А очень плохие. Наушники Б такие приятные. Достаточно. Я выбираю А. Хорошо. Это для бософилов, а я не бософилов. Почему биопараз А? Более объёмные звучат. Более разборчивость лучше. Ну опять же, может в сравнении. А во-вторых, ну такой бас. Бас такой журный. Я не хочу журный бас. Ну для бософилов, для диджеев может. Мне не очень. Я быстро устану, честно. Хотя бы из этих всех узнаёшь своих наушников? Это что-то нет. Нет? Где-то, ну, были, но вопросов не было. Поэтому я свой мозг не сконцентрирую. Потому что мои это не мои. Окей. Окей. Я вас разочаровываю. Я знаю. Что-то делать. А мне не понравились, потому что они сильно цыкали. В сравнении с ними бы больше нравится. Боже, мясо. Для тебя буква А плоский звук. Не скажу, что прям совсем плоский. То, что цыкает сильно, мне это, ну, развивает желание слышать, потому что у меня это сильно резонирует. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ага, ченч. Эти ченч. Еще раз ченч. И еще раз ченч. Я выберу А. Ты хорошо придумал. Да, я думаю, да. Наушники B кажутся немного темноватыми. И у тех, и у других, возможно, мне после предыдущих, где много было высоких, здесь их теперь не хватает. Возможно, что это нормально. То есть они как раз ровненько идут, высокие частоты. У наушников B много мидбаса. Многовато все-таки мидбаса. И высоких меньше, чем в наушниках A. Оба наушника мне показались темными. Тональный баланс смещен в сторону низких частот. В принципе, я подразумеваю, что это 660-е сенхи. А вот это фокалы, возможно. Значит, не планарные, ничего нет. Ничего не планарных. Объемные звуки какие были у кого-то? Да я не особо вроде заметил. Скажи мне, когда будет объемный звук. Прямо скажи, о, объемный, наконец-то. Блин, я забываю постоянно оценивать этот параметр. Замечу, что я ачхаю больше, сразу заметно на глазах. Да, а ачхаю, ачхаю. Это самое, что на первом плане должно быть. Да, я взял моделя, потому что как будто вообще разный класс наушников. Сильно ощущается разрыв. Так хочется, что бык это китайская хрень. А, а, это хороший такой середнячок. Я бы сказал, что А это ДТ-70, 770-е, например. 770-е, Байри, да? Да, да. Считай наугадр, вдруг попадешь, да? Я не так много наушников разных слушал. Почему ты думаешь, что это Байри? Да, похоже, вот, стереокартинка. Это пространство, которое они создают. Но оно специфическое выкупается. Ну, опять же, я могу ошибаться. Классные наушники. Мне понравилось, да, вторые. Но они такие прикольные, ровные, достаточные по звуку. У пары Б, насколько мне кажется, там провал между 4 и 8 кГц. То, что они как пустые достаточно. Мне кажется, то, что одни из них открытые, а другие закрытые наушники. Вот, и пара Б, по-моему, закрытая была. Вот, и со всеми их характерными такими особенностями. Можно еще раз? У второй пары провал, вот у Б, которая Б. 4 и 8 кГц провал. Завышение на басе такое. Они звучат, как закрытые наушники, мне кажется, стандартные. Первая пара мне больше нравится, пара А. Они значительно более ровные, вообще, в целом, по звуку. Что возьмешь? А, точно. Планарные это или там? Нет, я не знаю, ничего из этого. Вообще не знаешь? Ты узнаешь какие-то наушники? Нет. Вот из этих нет. Но первая пара, пара А, она какая-то достаточно интересная. Интересная? Скорее всего, она дорого стоит. И она такая... О, там какие цены, уууу. Там охраняют это маленькие дети. Ну, либо нет, либо это просто хорошо спроектированные. Это дорого было, когда ты покупал 650-е? Да, это дорого. Это дорого, да? Достаточно. Я понимаю, что это middle-сегмент для аудиофилов. Да, да. Это большие. Оба хороши, но я выбираю. По верховости, по наполнению, больше, лучше локализация и прозрачнее как-то звучат. Больше понравилось. Снизу у них примерно, видимо, одинаково по характеристикам. Вот. А, выбираю. Какой ужас. О май гад. Да, я понимаю. Я, я, яблоки ела. Я, я, яблоки ела. Я, я, яблоки ела. Бэм мне понравились меньше. У них тарелки бьют по ушам. Похожа пара. Прошлая пара, похоже на эту пару тоже. У первых лучше сцены и меньше высокие выпирают. Первая пара. Да. я знаю что это ты даже не послушал бы что это это audi lcd2 по массе и и по массе и по звуку звук прямо за километр узнаешь ну да да вот у них это ну короче тебя есть желание потрогать что это такое у меня есть желание только поправить сделайте поменьше поменьше еще поменьше чуть не знаю не верил размер мозга 56 выбираю ты даже не послушал еще раз все сразу но слышно сразу у б сильно много от 2 до 4 наверное килогерц очень сильно бьет в мозг прям по ушам вот особенно на женском голосе где вот как раз вот эти частоты 22 до с половиной где-то там очень сильно бьет по мозгам относительно некоторых нет это не говно то есть да я бы предпочел некоторые вот эти наушники вот вот эти более-менее ровные все у них хорошо единственное что масса большая но у этих тоже вроде не маленькая насчет пространства звуки назад не сильно заходят то есть они все здесь сзади нету ничего практически не такой большой недостаток как хреновая кривая чиха хреновая чиха сразу все это все сразу портит все восприятие и вообще такие наушники возможно они тоже кстати планары возможно раз они как бы но в одном сравнении сейчас участвует возможно что с б тоже одизе были lcd2 мне тоже там не нравится один килогерц но там буквально торчит совсем чуть-чуть его можно на чиха даже можно и не заметить ты сейчас морально готовься может это такого нечто почувствуешь что это слушали мягкие очень замечательный наушники он прямо растворился в космосе я могу сказать что это лучшие наушники сегодня что я слышу это прямо все уже нашел претендент номер один мне больше нравится наушники а я сейчас слушал на них свой трек и скажу что наушники х он звучит лучше чем за я его задумывал детализация просто потрясающе маленькие звуки здесь они такие мягкие все аккуратные слышно что это какие-то очень дорогие наушники очень хорошие поэтому наушники а бесспорно ты поражен мне очень нравится из тех что сегодня слушал получу теперь вы почувствуешь что такое как бы по весу ты возьмешь такой вес работы ну и тяжеленькие конечно но они толстают но звук прямо окупает все да да я правильно готовься сейчас будет волшебство так и церковь миша всего даже даже не включая музыку так внутри интересно чуть будешь волшебство но они тяжелые да и они закрыты вроде бы я могу ошибаться сегодня давайте вторые интересно не такие же волшебные как первые или нет ты прямо хочешь сразу сказать что я выбираю а я не знаю мне кажется что вторая пара б должна как-то 1 соответствовать и ты меня не обманул stalker 1 это волшебство в принципе ну по сравнению со второй времени по крайней мере первая пара однозначно лучше пара а даже будешь слушать еще раз не вторая какие-то неприятные там они кривые достаточно этого пространство нас паре я конечно есть там этот они такие паровне звучат у них нет такого отрочащего нет сразу понятно сразу понятно почему в итоге сегодня меня бой мускай и мои уши выведут ух какие чебурашка наверно они достаточно тяжелые почему ты чувствуешь что ты в них брутальные и странные стремные страны запах среднего класса для простых смертных то есть ему было ты думаешь это ножки для среднего класса так ну типа да ухты в общем давайте копите деньги как бы бриллиантов золота на них нет судя по весу на тех видимо есть надо понимать что stalker затащил людей на какую-то промзону непонятно точки мира где воняет гарри у нет ни еды ни воды а и там все на макинфилы и там салутся и сумму меняем меня 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 скорей 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 короче я выбираю в принципе адекватные звуки у тех и у тех те как-то дискомфортно сидят и не очень удобно эти поудобнее я думаю что я меньше буду вставать те которые из-за того что без ты забраковала принципе они не скажем не так сильно закрыты как первые я выбрала бы окей это выкинуть детям это же девушки не понравилось ну слушай когда я взяла наушники которые из красного дерева и не помню техника какая-то мне не тоже не очень понравились зале о тебе же столько на них копеек никогда их не заработает мозг или надо легко наши глубинки это такая редкость то что у нас тут есть такая редкость я бы скажу но судя по то место где мы находимся данный момент это реально глубинка б мне понравились больше значительно у них детализация прям вообще хватает я прям кайфанул когда слушал все инструменты так отдельно звучат партии не сливаются если после вторых слушать первые то вот как будто все сливается в такую какую-то кашу и не очень приятно их слушать вообще изначально когда я первые слушал мне не понравились вот но вот на контраст со вторыми как-то каши станет случаться всего на счет а выкидываем на вторая прям вообще ларкали ваши денежки ты узнал что за модель мне показалось что первые это были эти ауди нет нет другая которые закрыты одессе одессе закрыты выводите мне кажется первые были а вторые а может это вторые были но вторые мне кажется были планарными планарные 2 да потому что там прям все так кристально целый старт бенит буква б ты не проговоришь слова б но послушаем он качаете он нашел свой звук ну такие тяжеленькие и чуть больше британец до пола но большие чашки и башку еще сдавливает маленько можно убить человека убить человека но не знаю если только тяжесть это надежно даже если не выстрелит таки всегда можно врезать по башке да интересно давайте change сложный выбор чей чей же за то вешу нас побегать надо одевать наушники я выбираю подчеркнуто середина от 500 2 до килогельца в б очень много высоких для меня много для кого-то хорошо отлично прям зайдет для меня много были на можно еще раз сложный выбор потому что цена не детская уши то чё какую из кривых а чеха ты выберешь какая тебе нравится больше одна из кривых мне нравится как-то тридцать подчеркнута середина либо подчеркнуты высокие я не знаю мне раньше не нравилось когда подчеркнута середина мне раньше нравились подчеркнуты высокие сейчас мне наоборот вроде как стареешь сознание меняется на другие вещи начинает внимание обращать номер а это скорее всего фокалы легия мои то есть характер очень похож там все хорошо но вот блин вот эти пресловутые 500 герц блин я их не наезжу просто а здесь высокие подчеркнута середина наоборот провалена относительно тех то есть она прям кажется что сильно провалено может она не так сильно провален но относительно вот вот этих вокалов такое ощущение что сильно вот наверно все таки а уберу бы узнал ну судя по массе может быть полнара но не уверен ты получается нет такого признака что ты о это планарный звук сразу никогда его никогда не было динамические наушники можно сделать офигенные гораздо лучше планара вот это ты сейчас всех обломаешь форме ну это я знаю цену а вот эту это могут быть вообще любые наушники но конечно не за 50 баксов ну блин вот бы на самом деле вот с какими-нибудь другими сравнить он кайфует наушники б как будто бы другого типа что ли не в тот же мягкий звук что это а мне нравятся наушники б обе модели хорошие наушники б как будто бы другого типа что ли не в тот же мягкий звук что я слышал до этого очень такой плотный облегающий буква б да да буква б это значит но не обе хорош ты влюблен они мне нравятся придем нравится битва будет нелегкой да мне кажется вот тот трек который написал и слушал потом то есть не слышал это в своем треке я записывал почувствовал вот эту детализацию ты нашел не ошибки в своих треках не ошибки все как нам вдруг это ножки сразу тебе ошибки пока будет все продумано так в общем тебе бы нравится да да ты почувствуешь что-то совершенно другая технология работы я говорю что есть разница между а и б как будто бы вот разрыв какой-то родный принцип работы дается работа другой не знаю интересно на воображаемый что такая тонкая разница и человек который немного работал со звуком мне кажется этого вообще не поймет даже если бы я сейчас был более уставшим я бы наверное отвечать бодрый готов прям до я битве неделю почти не работал ой не понимаю что происходит у них есть какой-то эффект или прочее присутствие потому что я вот так как голову наклоняю у меня звук двигается и при этом не стерео что-то совсем не то я вообще не понимаю что происходит у них монофонический звук который по центру и который при этом меня это свое положение когда ты голову так качаешь тут стерео вообще нету и прямо что мы сейчас на камеру запишем кривую кривую кривое лицо мы сейчас на камеру записываем потому что я вот так я вот так вот голову держу и она как бы вроде бы стерео есть и в принципе так можно слушать но они очень сильно меняют звук когда двигаешь голову я не знаю с чем это связано но только так если только так центр аудиофилы должны страдать это аудиофильские наушники так то если вот так вот и держать голову боком то они прикольно звучат вторая пара баку получается поприкольнее звучит но вот с посадкой чё-то там этот вообще как-то странно давай еще раз наденем попробуем нет я в принципе вот так вот когда голову боком держал я понял как они звучат ты готов жертвовать себя ради такого звука я не знаю тут вполне может быть что если бы я вот так вот сам подвигал я бы возможно нашел положение в которых они бы нормально звучали что выберешь я выберу пару b потому что то есть мы не будем передавать с руками ты так выбрал до них мне бас достаточно так понравился он очень приятный 80 150 вертся он немножко пониже чем обычно скажем так вот я пальцем в небо двигаю но при этом они достаточно глубоко могут заходить что-то планарная ответ напомнила насколько я смотрел в интернете я может быть не совсем прав но у планаров есть понижение обычно на двух килогерцах из-за этого они как-то поприятнее бывают звучат металли в том же самом дети и 2 килогерца наоборот подняты я могу быть не прав это такое мое мнение но тут вторых наушников у б посадка вообще а давай сложно надеюсь я до этого не дойду хорошо очень хорошо в них наверно можно сверлить да я думаю да одну почка для того чтобы чтобы на них верить можно было ты чаще а пока нет я мне нужно иногда посетить в тишине нормально может у вас не так женщина еще не щеная опять такой калпак слишком большую линию калпаковский нормально калпаковский там один канал не отвалился ребят они короче это иногда вакуумизирует как-то из этого не звучат нет ни в этом дело не звучит это б да на помойку на помойку сжечь сжечь ну б на помойку но там я не знаю в чем дело там очень узкая панорама а то есть звука все нормально только просто узкая да очень критично ну я понял ну то есть канал работает лево-право да нет я подумал вдруг там что-то где-то нажалось разве так можно обманывать покупателей нам же на масс лететь например аудифилы любят когда их красиво обманывают тут конкретная как и не и не послушайте не поработать в такие наушники тогда ты готов сейчас буддичка без музыки срай помешу я не понял что это не а а и и и и и и и и и удобные наушники пошли вот а то вообще так мучился так страдал а мне нравится значительно меньше чем б потому что они какие-то бубнящие гулки возможно мне пора изгнать из трона бософилы они какие-то реально гулки такие вообще все так вот скомканно а вторые наушники мне очень понравились получаешь ты не бософил что ли тебе опять понизить надо свободно вакантное место смотри сетка закончилась пару слов о том что пространство было какое-то до этого теста я думал что пространство ну очень хорошо определить можно легко определить точнее вот но когда в слепую сравниваешь у тебя а чиха выходит на первый план все таки и оцениваешь сначала а чиха а потом уже все остальное то есть получается вслепую только чиха очень заметно а все равно прямо пространство вслепую не так заметно как допустим когда ты сидишь там в одинокого до уединенный сам в себе и вот изучаешь прям все нюансы наушников тогда уже знаешь обращать тогда ты уже начинаешь понимать почему никита говорил что он не слышит про трампу но возможно поэтому тем не менее все равно вот замечаешь что какие-то наушники узко звучат а какие-то более широко например динамика близко и динамика подошли может вот именно как панели акустического сопротивления там таким образом сделано что тебе но сзади тоже чуть-чуть излучать звук первое видео закончилось это было тяжело да это было тяжело потому что мозг очень быстро подстраивается вторые даже если они лучше но допустим ровнее а первые более хай файны которые соответственно кажутся хуже хотя работе невозможно лучше окей в общем первая часть видео закончилась сетка все закончилось а чё а в кэшке 612 были что уже нормально а ты его не нашел я его не нашел честно скажу а может быть и может быть они не забыли вот может быть я конечно их запраковал где-то я их не узнал из того что но как ты мог а а можно так все наушники я подключал ну понятно а синхайдер ты нашел нет а аудиотехнику ты эту свою нашел а аудиотехника даже была а почему ты такое ощущение что что ты не узнаешь свою ты можешь это искать на камеру я честно говоря не знаю может быть просто усталость под конец дня не в четырех стенах ты своди возможно такое на самом деле потому что я даже у себя дома замечал что в разных точках комнат этого дома у меня сильно другое ощущение когда я дома слушаю чем в магазине у меня совсем нет да есть такое ну и Субтитры создавал DimaTorzok